Добро пожаловать на просмотр видео на ваших экранах Motor Depot версии 1.3. Да, вышло долгожданное обновление. Сейчас я вам всё покажу и расскажу. Первое, о чём я буду говорить, так это о карте. Она была расширена, добавили три населённых пункта. Первомай, Сарай и Адрин. Причём Адрин по территории больше Лаптар. Помимо населённых пунктов, были добавлены новые дороги, развязки, объекты и базы. Кстати, об одной базе мы поговорим в следующем видео. А также, я думаю, все заметили, что Лаптары перенесли куда-то в угол. Первомай и Сарай, как по мне, ничего необычного нет. Деревни и деревни. А вот в Адрине есть на что посмотреть. Во-первых, памятник или статуя в виде самолёта. Помимо многоквартирных домов, можно видеть обычные деревянные. Некоторые из которых на две семьи. Всё это очень круто миксуется и радует глаз. В Адрине есть автомойка и заправка старого типа. Естественно, работающая. Ещё я заметил очень странную особенность. Многие из улиц просто недоступны. На карте они есть, а проехать по ним просто нереально. В общем, очень уютное место на карте. Единственное, ехать до него придётся очень долго. С Адрином я, в принципе, закончил. Можно идти дальше. Теперь предлагаю поговорить о расширении автопарка. Добавили 20 новых машин, а точнее 12 легковушек, 5 грузовиков, 2 автобуса и трактор. Да, трактор. ЮМЗ-6КЛ. В АТП прибыли ГАЗ-685 и УАЗ-42021. Для дальнобоев добавили МАЗ-5429. МАЗ-6422 с новым прицепом и МАЗ-5440. Ну и напоследок ещё 2 грузовика. Это Татра-815 и ЗИЛ-53-131, он же Амур. Львиную долю отхватили легковушки. Ну, там не только легковые авто, есть и внедорожные. В общем, что томить лучше смотрите. УАЗ-469. ИЖ-412. ИЖ-2140СЛ. УАЗ-2102. УАЗ-2103. УАЗ-2105. УАЗ-2111. УАЗ-2112. УАЗ-21213. ГАЗ-24. ГАЗ-2112. Ну и ДЭУ-НЕКСИ. Ну, как-то так, в общем. У некоторых новинок есть новый тюнинг. Например, у НЕКСИ спойлер, а у МАЗа новая раскраска. Это ещё не всё. Теперь у любого грузовика можно убрать прицеп. А у трактора навесное или ПТС-ку. Надеюсь, я ничего не пропустил, так как мы плавно переходим к следующему пункту. Мультиплеер. Теперь при создании комнаты можно её запаролить. И никакой левый чел к вам не зайдёт и не помешат, к примеру, с ёмком. Лично я сталкивался с такой проблемой довольно часто. Теперь в мультиплеере есть синхронизация фаров. Другими словами, свет ваших фар виден всем. Вчера в чате про это многие писали и были очень рады. Что касаемо светофоров, то в мультиплеере их просто отключили. В взаимодействии с игроками появилась новая функция. Буксировка. Но сколько мы не пытались потестить эту функцию, у нас ничего не получалось. Всего скорее мы что-то делали не так. Если у вас что-то получилось, то пишите в комменты, буду знать. Ну и последний пункт, который будет касаться мультиплеера, это привилегии для блогеров. Что же они в себя включают? Синий ник и синее сообщение в чате, а также уникальная машина. А если точнее, это телевизионная газель. Теперь поговорим о трафике. Он стал умнее, теперь боты могут вас обгонять. И друг друга, кстати, тоже. И да, как по мне, плотность машин в трафике повысилась. Улучшились визуальные эффекты, теперь при столкновении летят искры. Есть изменения, о которых подробно и не говорилось при описании обновления. Первое, обновился фон при выборе игры. Второе, машину теперь можно чинить через гараж. Ну и третье, стоимость эвакуации до гаража стала теперь не 8000, а 3000. Что ж, если я что-то упустил, напишите об этом в комментах, учту. Ссылка на Мотор Депот версии 1.3 в плеймаркете уже в описании. Данному обновлению я очень рад, оно получилось, как всегда, очень годным. Всех с Новым Годом, встретимся в следующем видео или на стриме.